Здравствуйте, уважаемые друзья! В данном уроке мы рассмотрим очень важный вопрос, который называется зонирование и инструмент зона. Так как зона, она вычисляет площадь, соответственно, каждого помещения, и потом все это выводит в экспликацию, и экспликация, соответственно, идет на листы. То есть это важный показатель, который мы всегда показываем, соответственно, в нашем проекте. Так, ну для того, чтобы нам зону было удобнее делать, давайте мы уберем всякие наши развертки, разрезы. Я для этого нажимаю на Ctrl-L, вот, так, не нажалось, Ctrl-L, это, так, секундочку, вот, не с первого раза у меня слои появились. Так, давайте мы, что мы с вами уберем? В принципе, чтобы зону поставить, можно и мебель убрать, можно не убирать, вот, все зависит от того, как вы хотите показывать. Ну давайте пока у нас будет присутствовать здесь, здесь уберем только разрезы и развертки, все эти линии нам, ну, как бы мешают. Вот, я нажимаю ОК, вот, и, соответственно, инструмент зона находится здесь. Вот, два раза по ней щелкаем. Так, ну давайте сразу приступим к делу. Например, я хочу отметить вот этот участок зонирования. Это у нас, ну, допустим, будет кухня. Соответственно, после включения инструмента я указываю здесь, что это у меня будет там, ну, теперь номер один, да, и, соответственно, название я выбираю, либо из списка выбираю, вот, здесь, да, либо можно от руки написать. Я просто пишу кухня, вот, можно какое-то свое название взять. Потом, смотрите, вот здесь вот у нас есть категория, к которой данное помещение относится. И здесь, по большому счету, не важно, что вы выберете. Хоть жилье и отдых, хоть офисные помещения, да. По большому счету, выбираете цвет отображения зоны в плане этажа. Вот. Но, скорее всего, мы сделаем так, что отображение в плане этажа у нас будет не цветом, не цветом, а, значит, тем материалом, тем покрытием, которое, соответственно, мы для этого пола, для этого части помещения уже присвоили. Ну, в 3D, помните, мы этим работали, ну, этим занимались. Дело в том, что очень часто, ну, практически всегда показывают план размещения плитки, либо план размещения кафеля, либо же ламината, чтобы имелось представление о том, сколько его надо, и как он будет разложен, и как вообще он выглядит, понимаете. Но, с другой стороны, иногда зона отмечает в виде цвета. Допустим, что у нас вот первый вариант, что мы хотим в виде цвета отображать. Я беру жилье и отдых выбираю. Пускай этот фиолетовый цвет и остается, собственно говоря. Так, все остальные разделы нам не нужны, пока, во всяком случае. Отметка, вот эти вот отметки, они нам тоже, собственно говоря, тоже пока не нужны, да. Вот, ну, здесь, смотрите, у нас, получается, зона стоит, лежит на первом этаже, да. А сверху она не достает до второго этажа. А вы помните, что у нас, значит, второй этаж 3 метра высотой, да. Мы можем вообще сделать, чтобы она была не связана, и сделать ее высотой 2 800. Вообще, почему я это делаю? Вот это делать, в принципе, совсем было не обязательно, но в дальнейшем уже на более продвинутых уровнях изучения архикада мы с вами убедимся, что зона – это не просто какой-то вот такой плоский объект, который мы поставили, он цветом обозначился, и, соответственно, в экспликации мы нашли данные по площадям, да. Ну, и цвет у него есть какой-то, или, допустим, текстура какая-то. Зона не только для этого. Дело в том, что зона у нас еще является источником расчетов по объему, по площадям и по многим другим параметрам в любом помещении, понимаете. И поэтому, когда мы зону создаем, да, желательно уже с самого начала привыкнуть к тому, чтобы зона у нас отображалась, ну, создавалась именно по нашим проектам. То есть, чтобы не какие-то абстрактные данные были, да, а именно те, которые соответствуют нашему проекту. Кстати говоря, вот если точное соответствие нашему проекту, то мы давайте вспомним, что у нас здесь отступ от низу, да, мы делаем 10 мм, так как у нас еще имеется пол толщиной 10 мм. И, соответственно, вот этот объем не должен учитываться. Ну, я вам, конечно, общую информацию по зонам сейчас даю, которую, возможно, мы в данном проекте учитывать не будем, но еще, ну, самым важным вопросом здесь является то, чтобы мы с самого начала учились взаимодействовать с зоной именно так, как это нужно. Вот. И обязательно мы должны выбрать слой, которому наша зона должна принадлежать. Видите, пока она отсутствует. И у нас был создан специальный слой зонирования. Я его выбираю. Многоугольник зоны. Ну, смотрите, здесь геометрический вариант создания зоны. мы с вами, соответственно, можем уже при построении сделать. И вот, смотрите, здесь, видите, у меня тут, я опять в ноль перевел, да. Дело в том, что если у нас пол имеется, да, то, соответственно, мы вот эти 10 мм не здесь прописываем, а прописываем в толщине полов. Вот здесь вот, видите. Ну, ну, в принципе, он у нас и так от проектного нуля, соответственно, тоже десяточку вывел. Вот. Ну, вот этот момент, который тоже надо учитывать. Так. Все у нас готово для того, чтобы эту зону установить. Я нажимаю ОК. И, смотрите, здесь еще есть геометрический вариант создания зоны, да. Соответственно, есть вручную. Вручную мы выбираем только, ну, тогда, когда автоматически программе не удается создать зону именно по тем, ну, линиям стен, по которым мы хотели бы. Потому что программа может автоматически это делать, и не всегда. И вот этот автоматизм совпадает с тем, что мы хотим увидеть. Затем в виде прямоугольника можем сделать, ну, просто от руки нарисовать и все. Но мы возьмем вот этот вариант, который говорит, что будет построение по внутренним поверхностям. То есть он внутренний поверхностям автоматически найдет, соответственно, и построит. И, соответственно, есть еще другой вариант по линиям привязки, но у нас тут сейчас мы этот вариант не будем использовать. Затем нужно, можно вот этот включить. То есть если вот этот выключатель включен, аннотация, то, соответственно, у нас надпись должна появиться на этом самом, ну, на зоне. Если мы ее отключим, то надписи не будет. Ну, давайте с надписью сделаем. И теперь просто я щелкаю внутри вот этого помещения, один раз, и молоточек, видите, появился и второй раз. И у нас появилась вот такая вот синяя область, да, на нашем плане. Теперь смотрите, из чего она состоит. Ну, соответственно, я беру указатель. Это непосредственно сама вот эта зона, да. А внутри зоны есть, вот если я вот наведу на, прямо на букву, куда попаду, это у нас непосредственно надпись зоны. Надпись зоны, вот это, то есть один, кухня, указывается количество метров, она у нас перемещается. Немножко она, конечно, неуклюже выглядит, в том плане, что я вот, видите, ее перемещаю вот сюда вот. Она как бы не саму надпись переносит, а вот именно вот эти вот маркеры. Но дело в том, что это все настраивается. Ну, как минимум, допустим, если размер шрифта у нас большой, мы его можем здесь поменять. Обращаю ваше внимание, что, смотрите, может быть выделена сама зона. В этом случае величина текста здесь не будет регулироваться, хотя, если вы там дальше прокрутите, вы увидите, что вот здесь есть, как бы, размер шрифта и перо. Но это так не работает. Нужно именно по, соответственно, по, ну, в данном случае, вот по самому тексту щелкнуть. И теперь, видите, у нас размер пера есть. Можете поставить, допустим, 2 мм. И, в принципе, вот эта надпись вполне подходит. И можете поменять цвет либо на черный, либо на белый, как вы хотите. Ну, пускай пока синим остается. Хотя, с другой стороны, на печати это будет выглядеть либо в черном варианте лучше, да, либо в белом. Я поставил черный текст и сместил вот этот текст еще вот сюда, вот, например. Вот. Допустим, я хочу, чтобы у меня зонирование выглядело именно таким образом. Вот. Итак, первый у меня вариант есть. Так, теперь я поставлю зону сюда-сюда. Соответственно, я опять иду в инструмент зона. Соответственно, у меня номер автоматически переприсваивается. Соответственно, я беру теперь уже не кухню, например, санузел. Да. Санузел. Вот. И выбираю уже другой цвет. Например, пускай это будет офисное помещение. Нажимаю ОК и щелкаю внутри этого строения раз и второй раз. И опять у меня, видите, появился уже красный участок. Если я возьму, соответственно, опять же, именно текст, да, именно текст, то я могу здесь опять же изменить его размер. Вот так вот, да. Ну, соответственно, мы потом можем скрыть слой мебель, да, и, соответственно, тогда у нас текст будет отображаться непосредственно именно на наших зонах, на этих участках. И давайте поставим третий. Как я вам сказал, мы несколько вариантов посмотрим размещение зон, да. Сейчас мы рассматриваем зоны именно как стиль отображения в виде цвета, да. Вот. Но в дальнейшем мы сделаем так, чтобы и стиль вот этой надписи у нас поменялся, да. И, соответственно, внешний вид, чтобы был он в виде текстуры, которую мы к полу присваивали, да. Ну, к полам в различных помещениях. Так, снова беру инструмент зона. И, соответственно, здесь уже третий. И здесь уже будет прихожая. Я пишу прихожая. Так, и выбираю, что это будет. Ну, давайте, вот, медицинское обслуживание будет. Нажимаю ОК. Щелкаю раз сюда и два. И вот у меня здесь появилась прихожая. Соответственно, опять я беру указатель. Щелкаю по тексту. Сдвигаю. Ну, сначала даю ему размер. Например, двоечка. Нажимаю Enter. Сдвигаю его вот немножко сюда. И вот у меня появилась прихожая. Соответственно, я, кстати, не поменял здесь текст. Ну, цвет текста имеется в виду. Вот черный. И, соответственно, вот здесь тоже надо взять черный, чтобы стиль был единый. Вот, видите? Вот так вот. Теперь я могу зайти. Ctrl-L. Соответственно, если я мебель скрою, план расстановки мебели. Вот. Нажимаю ОК. Так. Мебель у нас пропала. Но остались светильники, да? Ну, давайте мы их тоже с вами уберем. Ctrl-L. Соответственно, и... Так, я их удаляю. Кстати, смотрите, видите, я, когда мебель удалил, давайте отменить, у меня вот эти надписи тоже пропали. Дело в том, что вот эта волностная надпись, она имеет тесную привязку непосредственно к нашим, к слою мебель, да? Давайте Ctrl-L. Я снова верну, да? Зайду, соответственно, мебель я верну. Так, где у нас мебель? План расстановки мебели. Вот, я его возвращаю. Вот, и... Так. Видите, я выделяю вот этот текст. Текст, видите, он у меня находится на плане расстановки мебели. Если, допустим, я попробую его, допустим, переместить на план, значит, вернее, в слой зонирования, да? Вот. И, допустим, снова отключу сейчас Ctrl-L в слой с мебелью. Слой с мебелью. Так. Где у нас слой с мебелью? То есть, видите, если было бы много слоев, то тогда бы вообще приходилось долго искать. Но здесь, видите, количество сокращено и легче гораздо все, выключаю вот этот слой, нажимаю ОК. И, видите, вот в этом случае у меня все осталось вот так, как нужно, понимаете? Поэтому этот нюанс тоже надо учитывать. То есть, если вы хотите мебель скрыть, вот, то, соответственно, вам нужно слой с текстом перенести непосредственно в слой с зонированием. Это вот такой вот нюанс здесь есть, да? Вот. Но, как бы, с ним, наверное, ничего не сделаешь уже. Вот. То есть, я опять, смотрите, план непосредственно мебели включаю, расстановки мебели, да? Так, извините, я включил размеры расстановки мебели. Видите, как легко здесь ошибиться, да? Так. Размеры расстановки мебели я выключаю. Ну, это не ошибка, конечно, это просто не точность была. Вот. И, соответственно, теперь я щелкаю по вот этому размеру текста. Видите, он тоже план расстановки мебели оказался, да? Я его в зонирование перевожу. И затем вот этот элемент я тоже выделяю и тоже переношу его в слой зонирования. Вот так. И теперь, если я включу, соответственно, нашу мебель, слой с мебелью Ctrl-L. Так. План расстановки мебели я выключаю. Это размер, извиняюсь. План расстановки мебели я выключаю. Нажимаю ОК. То у меня все это пропадает и остаются только, соответственно, названия зон и, значит, сами зоны. Ну, надо еще, наверное, светильники тоже отключить, чтобы вот чисто зоны у нас были, да? Нажимаю Ctrl-L. Иду. Значит, план расстановки светильников я тоже выключаю. Нажимаю ОК. И вот у нас вот такая вот получилась история. Кстати, смотрите, видите, вот здесь у нас вот такое вот отверстие есть, да? Вот. Это получилось из-за того, что у нас здесь, ну, для барной стойки была вот такая вот, ну, как сказать, колонна небольшая. И мы ее сделали при помощи именно колонны. А колонну, это у нас конструктивный элемент, при помощи которого создаются у нас конструктивные элементы, которые именно зона учитывает, понимаете? И, значит, инструмент зоны воспринял этот объект как тот, который надо учесть, понимаете? Вот. И в связи с этим у нас вот эта вот штука получилась. Ну, здесь выход один. Надо вот эти вот элементы мебельные делать не при помощи конструктивных элементов, например, колонна, хотя при них, ну, с ними тоже можно, а именно при помощи каких-то других объектов. Ну, мы потом еще к этому вопросу вернемся, пока не будем отвлекаться от зонирования, да? Вот. Я теперь могу вот это все сместить, например, вот по центру, да? Могу это сюда вот сместить, вот так вот, да? И могу это сместить вот так сюда. И смотрите, после... Так, Escape нажимаю, он мне прилип к чему-то. И смотрите, после того, как вы эти зоны создали, да, у вас, соответственно, здесь появится в вашем навигаторе в элементах, именно в первой вкладочке, видите экспликации «Первый этаж». Вы когда сюда вот нажимаете, у вас появится вот такая табличка, которая будет отображать у вас, соответственно, непосредственно кухню, санузел, прихожую с определенными площадями, да, и общая площадь вычисленная. Это, соответственно, табличка тоже идет уже непосредственно в документацию, где вы указываете вот все эти площади. Соответственно, если я сейчас опять включу вид и включу истинную толщину линий, так, ну здесь это не отображается, собственно говоря, да? Так, вид, вид, истинная толщина линии. О чем я хотел сказать? Дело в том, что у этой таблицы тоже есть стиль отображения, видите, сейчас у нас выбран 246-й аппарат для таблицы, видите, толщина линии 1 мм. И, соответственно, на чертеже это будет очень толсто выглядеть, эти линии, да, поэтому мы выбираем не 1 мм, ну пускай будет вот 0,15 мм, либо 0,3, ну 0,15, она будет аккуратно, тонко выглядеть, и это будет нормально. Ну, смотря до какого листа вы будете это делать, на каком листе, возможно, это будет, соответственно, А4, либо А3, мы это потом посмотрим. Давайте я перейду сюда, и давайте мы сейчас с вами изменим стиль отображения зон, да? Чтобы изменить стиль отображения зон, мы должны выделить непосредственно интересующую нас зону, вот эту вот, например, вот я щелкнул по ней. Я захожу теперь в настройку параметров этой зоны, и вот здесь, смотрите, в плане этажа, в плане этажа у нас есть вот такая вот история, смотрите, видите, мы можем включить добавление, либо удаление штриховки поверхности, то есть к зоне мы можем какую-то штриховую поверхность подключить. Я щелкаю сюда, и видите, по умолчанию у нас применился некий ковер. Теперь давайте мы щелкаем сюда, и мы увидим весь вот ассортимент штриховок, который мы можем в зоне применить. Мы можем применить какую-то сплошную штриховку, векторную, либо символьную. Вы можете, кстати, попробовать это сделать. Но в нашем случае нам нужен какая-то штриховка, которая именно штриховка рисунка, которая позволит нам посмотреть, как распределяется именно текстура нашего покрытия по зоне, чтобы на плане, на виде сверху, все это можно было увидеть. Здесь есть по умолчанию только ковер бежевый и паркет щитовой. Ну, давайте сначала возьмем паркет бежевый, как пример. Я щелкаю по нему. Так. И нажимаю ОК. И, пожалуйста, смотрите, видите, у нас распределение паркетового-то счетового здесь, соответственно, имеется. Но нам-то нужно непосредственно, значит, наш материал, наше покрытие показать. И в связи с этим я вам покажу, как это делается. Давайте выделение снимем. Мы идем в параметры, заходим в реквизиты элементов, и мы создадим свою штриховку из тех текстур, которые мы создавали для нашего пола и для прихожки в 3D. Я иду сюда, в штриховку. Соответственно, беру за основу ту штриховку, которая у нас здесь имеется. Штриховка, рисунок нам нужна. Ну, например, пускай это будет тоже самый паркет щитовой. Соответственно, я сам-то его оставляю, да, чтобы его не убивать отсюда, да, я нажимаю кнопочку «Новая штриховка» у меня будет. И здесь пишу, например, что это у меня будет не паркет щитовой, а просто ламинат, например. Ламинат. Так, мы его дублируем из паркета щитового. Я нажимаю «Ок» и меняю текстуру. Так, для этого я нажимаю на кнопочку «Найти». И мы с вами уже загружали же наши текстуры. Они находятся на самом верху, во вложенной библиотеке. Вот он, Flow 7 и Flow 8 у нас есть. Еще обои есть, но обои нам не нужны, если мы не хотим сбоку это все показать. Так, вот, Flow 7 я нажимаю и нажимаю «Ок». И надо указать истинные размеры нашей текстуры. То есть у нас ширина была 400. Мы рассматривали этот вопрос по размерам. Здесь видите, тоже поменялось. Значит, на уроках, на уроке, где, соответственно, покрытие это создавали. Если забыли, то снова посмотрите. Так, и образец мы делаем именно один на один, чтобы текстура отображалась как бы в размере один к одному. Так, ну, собственно говоря, нажимаю «Ок». Эта текстура у нас появилась. Теперь, соответственно, я щелкаю по, соответственно, по вот этому полу. Снова иду сюда. И, соответственно, я назначаю уже паркет не щитовой, а вот тот, который мы с вами создали. Ламинат. Вот он. Нажимаю «Ламинат». И, кстати, смотрите, чтобы настроить распределение текстуры по нашему объекту, надо еще вот для удобства вот эту кнопочку нажать, которая называется «По указанному вектору». Мы сможем это делать. Я нажимаю на нее, нажимаю «Ок». И смотрите, наша вот эта вот текстура, она здесь разместилась. Здесь такая линия есть. Этой точкой я могу указывать начало, откуда будем распределяться текстурой. Например, вот здесь. Видите, она сместилась. А вот этим вектором, лучшая необходимость, вот этой точкой можно поворачивать на какой-то угол. Вот, например, вот так. Видите? И вот я показываю распределение текстуры, ну и материала по поверхности. Ну, я поворачивать ее не буду, потому что она у нас не повернута была в 3D. Я шаг назад делаю вот так, сюда возвращаюсь. Вот мы сюда это сделали. Теперь то же самое сделаем и с прихожкой. Для этого мы, соответственно, опять идем в параметры, в реквизиты элементов, в штриховки заходим. И, соответственно, берем за основание, ну, то же самое, например, паркет читовой, пускай будет, да. Создаю новый и говорю, что это будет плитка, например, да. Плитка. Она, опять же, из паркета читового делается. Нажимаем ОК и заменяем ей поверхность. Так. Опять же, ищем рисунок. Вот, Flow 8 он у меня. Нажимаю ОК. Вот. И здесь у нас размер этого элемента 600 на 600 миллиметров. Помните, почему, да. Потому что каждый вот этот объект у нас 200 на 200 миллиметров, каждая плитка. И мы, соответственно, если прибавляем, мы получаем как раз вот 3 на 3. Вот. 600 на 600, вернее. Все. Мы плитку эту сохраняем. Теперь я, опять же, щелкаю по этой зоне. Вот. Иду в ее настройки. Щелкаю сюда. Выбираю, соответственно, плитку. Вот, может, здесь появилась наша шлифовка. Щелкаю по этой кнопочке, чтобы я мог ее настраивать. Нажимаю ОК. И вот у нас, пожалуйста, плитка появилась. Я беру вот за эту точку, которая вот с этой линии определяется. И начало распределения текстуры я вывожу вот сюда. Раз. И вот она уже точно встала. Опять же, вот этой точкой я могу повернуть на какой-то заданный градус. Например, на угол 45. Он подлипает к нему. И вот так это может быть. Но в моем 3D, значит, виде это все прямо находится. Поэтому я шаг назад делаю. У меня будет распределено вот таким вот образом. Ну, еще вам покажу один образец шлифовки. Например, здесь я хочу показать не при помощи текстуры, а при помощи линий с определенным шагом, да, как у меня будет распределяться плитка, чтобы можно было посчитать, например, да. Просто так вот раз, два, три, четыре, пять, да. Сколько количество плитки будет. Значит, как мы это сделаем? Мы идем, опять же, в параметры, реквизиты элементов. Идем в шлифовки. И создаем шлифовку уже на основании какой-то не шлифовки рисунок, а на основании векторной шлифовки, которая определяет какую-то сету с каким-то шагом. Видите, есть 100 на 100, есть 150. Мы можем любую взять за основу. Например, 100 на 100 я беру, да. Значит, создаю из нее новую. Допустим, у меня какая-то, есть какой-то шаг, например, там 220 на 220. Я пишу, что это будет 220 на 220. Давайте вот убьем, что это копия. Вот, дублируйте из этой сетки. Я нажимаю ОК. Вот у меня новая появилась. И размеры босса я делаю тоже здесь. 220 на 220. Вот. Все. Это у меня шлифовка готова. И теперь, если я нажимаю ОК, выбираю вот эту зону и хочу показать ей, ну, здесь отображение в виде, соответственно, вот этой шлифовки, я иду в ее параметры. И, соответственно, выбираю именно сетку, которую только что я создал. Вот она, сетка 220 на 220. Опять же, выбираю вот этот способ распределения. Нажимаю ОК. И, пожалуйста, вот у нас, видите, все здесь есть. Вот у нас, опять же, точка начала. Здесь ее не очень видно, да. Ну, вот можно вот так вот подвинуть, да. Вот я начала ее перемещаю вот сюда. И, соответственно, могу задать вектор наклона. Вот. Ну, оставляю это так. И, соответственно, вот у нас, в принципе, получились вот такие элементы. Вот. Соответственно. И, собственно говоря, наверное, тема у нас является раскрытой. То есть, мы сейчас с вами знаем, как устанавливать зоны, как им менять поверхность, стиль отображения на виде, на в плане, да. Как изменять стиль текста. И самое главное, что мы знаем, что теперь у нас есть экспликация. Вот она. Который мы можем размещать на наших листах для того, чтобы показать, какая у нас площадь помещений. Соответственно, мы можем, например, в случае необходимости нажимаем Ctrl L, включить мебель, план остановки мебели, для того, чтобы, соответственно, показать, каким образом у нас мебель размещается на нашем плане уже с учетом непосредственно того, как у нас текстура размещена. Кстати, вот видите, вот это вот у нас перекрытие. Ну, вот это вот наша, как бы вот, эта барная стойка. Она у нас почему-то не отображается. Скорее всего, надо правой кнопочкой мышки нажать при выделенном перекрытии. Вот. И сказать, чтобы порядок отображения на переднем плане был. Так, почему-то он нам это не показывает. Так. Ну, не показывает, потому что нам необходимо отображение на плане и в разрезе немного поменять. И здесь для него можно штриховку поверхностей, соответственно, включить. Вот так вот, да. Видите, у нас сразу становится зеленый у нас, да. Вот. Это, ну, для многих перекрытий, для всех перекрытий это все настраивается, да. Но штриховка поверхностей у нас получается такой ядовитой. Вот. Соответственно, я перо фона делаю белым цветом. Вот, видите. Вот эту штриховку, ну, я тоже делаю белым цветом. Вот. И у нас, в принципе, вот сейчас все отображается так, как нужно. Ну, это тоже такой маленький нюансик, который тоже надо учитывать. Итак, у нас на этом я урок заканчиваю. Надеюсь, вы сможете, значит, зоны тоже таким же образом создать. Кстати говоря, если я вот видите, включил мебель, да, для этого вида, то, видите, вот здесь перекрывается кухня и, ну, фраза вот этой, вот этим элементом. Ну, можно ее просто переместить вот сюда, например. Понимаете? Вот так вот. И я сохраняю данную проекцию, данный файл. Вот. Ну, что же. Прощаюсь с вами до следующего урока, где мы уже будем заниматься созданием наших листов и книги-макетов. Спасибо за внимание. До следующего занятия. Продолжение следует...